Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. После модернизации с Гагаринского старта, ежегодно планируется проводить не менее четырех коммерческих пусков. Будущие стартовой площадки номер один на космодроме Байконур раскрывает ТАСС, ссылаясь на Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Казахстана. Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год, сообщили в ведомстве. Агентство напоминает, что модернизация «Гагаринского старта» в равных долях проводится Россией, Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В сентябре 2019 года была запущена последняя средняя ракета «Союз-ФГ», использующая аналоговую систему управления украинского производства. Пуск стал последним для «Гагаринского старта», после которого площадка закрылась на модернизацию. С 2020 года пилотируемые старты к Международной космической станции «МКС» проводятся на носителе «Союз-2,1А», получившем российскую цифровую систему управления. В июне того же года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Российский фонд прямых инвестиций, РФП, и инвесторы из УАЭ подпишут соглашение с Газкорпорацией о выделении денежных средств для реконструкции «Гагаринского старта». За последнее десятилетие с площадки номер 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957 проводились первые пуски ракеты Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года отсюда стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.